Привет! Сегодня я расскажу вам, как развивался такой интересный формат домашнего досуга в прошлом. Диафильм. Итак, лет 60-70 назад у детей и взрослых не было возможности смотреть фильмы и мультфильмы сколько угодно и когда угодно, как у нас сейчас. Это очень трудно представить, но все трансляции шли строго по программе. Она была напечатана в газете, и все обводили интересные передачи карандашиком, внимательно следили за временем, чтобы не пропустить мультфильм или кино. Но те счастливчики, у кого дома имелся диапроектор и диафильм, могли стать сами себе телевизором и смотреть истории в уютном полумраке, затемненные комнаты хоть каждый вечер. Диафильмы выпускались большими тиражами, поэтому они были доступны в каждой семье. А вот этот чудо-аппарат – диапроектор. Чтобы картинка появилась на стене, в него вставлялась пленка, внутри на нее светила лампа, а объектив делал изображение большим. Диафильмы, которые выпускала фабрика в начале, состояли только из фотоизображений, без подписей и текстов. Начинала фабрика с выпуска 75 названий диафильмов общим тиражом – 225 тысяч копий в год. Самые первые диафильмы были посвящены вовсе не сказкам и не приключениям. Это было что-то вроде новостей о том, как жила наша страна в целом, разные фабрики и заводы. Знаковым для детской литературы, книжных иллюстраций и детей всей страны стал 1934 год. Началось производство диафильмов по иллюстрациям детских книг. Только за первый год было выпущено 100 разных диафильмов, а вскоре после этого стали появляться цветные ленты. Любимые книжки стали переноситься на экран в виде связанных историй, в которых преобладали картинки, а не тексты, как это было в большинстве книжек. Так, например, Том Сойер, иллюстрированный художником Германом Мазуриным, с легкостью превратился в чудесный двухсерийный диафильм. Несколько позже, в 1962 году, появились первые кукольные диафильмы. Кукольные диафильмы делала целая команда. Художник создавал эскизы. Кукольник – куклы декорации. Кукловод собирал сцены, решал, как будут двигаться персонажи. Оператор снимал. В целом, кукла состояла из фрагментов, которые делали из разных материалов. Например, тело, голова, кисти, ступни, хвосты из плотного пенопласта. Иногда дерево. А руки, ноги, лапы – из поролона на проволочном каркасе. Места соединения фрагментов скрывались одеждой персонажа. Сколько деталей нужно сделать для одной куклы, напрямую зависело от того, как активно она собирается двигаться на экране. Иногда даже изготавливали дополнительный набор рук, ног, лап, хвостов. Чтобы лица и мордочки стали подвижными, делали дополнительные наборы глаз, губ, бровей и других мелких деталей. Для пущей выразительности делали зрачки. Если рассматривать кукол поближе, они очень выразительные. Темные зрачки делали из фотопленки. Голубые, синие и зеленые – из обрезков тюбиков от зубной пасты. Кстати, на пятом этаже нашего музея есть рассказ о куклах, которые снимались в диафильмах. Я вот подумала, а диафильмы – это же самые настоящие презентации с картинками и подписями. А что же еще? В нашем музее можно найти самые разные диафильмы, которые выпустила студия за годы своего существования. Документальные, иллюстрированные, кукольные, репродукционные, рисованные, фотографические. Кроме того, были и звуковые диафильмы. Кстати, специально для школьников есть раздел, в котором находятся диафильмы по самым разным предметам. Так, умело пользуясь сайтом, можно создать уникальные проекты и доклады и поражать одноклассников своей разносторонней личностью. К началу 60-х годов 20-го века диафильмы выпускались миллионами тиражей. Среди них были как взрослые, общественно-политические, документальные и научно-популярные по литературе и архитектуре, театру и кино, музыке и физкультуре, так и огромное количество детских диафильмов. Для чего сейчас смотреть диафильмы? Это возможность показать свой кругозор, сделать проект на тему, собрать друзей в уюте своей комнаты и посмотреть. Да придумать и обсудить диафильмы, истории или даже придумать свои, посмотреть в виде диафильмов школьную программу. Ждем тебя в виртуальном музее диафильмов по адресу diafilm.online. Музей работает бесплатно и круглосуточно.